Всех приветствую на канале СтопПсихотеррор, с вами я Андрей Шутов и сейчас, короче, я объясню людям, тем, кто не понимает, что такое теги при психотерроре. То есть, существует такое понятие при психотерроре, когда организованная, ну, преступная вот эта вот уже группировка, получается, создает коллектив, получается, коллектив из людей, которых нанимают, то есть, да, ну, вербуют, гангсталкеры. То есть, гангсталкинг – это преследование за, ну, при психотерроре, то есть, жертвы, да, пострадавшего, допустим, меня. Гангсталкинг бывает, я не знаю, на что его поделить, но пассивный, ну, пассивный гангсталкинг – это когда вот ты сидишь в помещении, тебе стучат, это тоже гангсталкинг, то есть, да, просто стуки. Тебя могут не облучать, но эти люди будут постоянно стучать в стенки там, или хлопать лифтом. То есть, или что-то еще делать такое, что тебя будет отвлекать, то есть, да. Вот. Еще, то есть, гангсталкинг – это, ну, преследование человека, да, именно теми агентами, которых нанимают спецслужбы. Но еще плюс в гангсталкинге участвуют и посторонние люди. А посторонние люди участвуют тогда, когда берут это, получается, оборудование и подключаются им к человеческому мозгу. То есть, это происходит мгновенно, буквально за доли секунды. И тебе будут показывать, то есть, в гангсталкинге в этом информацию ту, которую знаешь только ты. То есть, да, твои привычки, твою копию, зеркало будут брать, то есть, возьмут этого человека и покажут все те действия, которые совершал ты, допустим. Или еще что-то будут делать, то есть, будут применять это для того, чтобы влиять на психику, чтобы вызвать негатив, негативную чистоту у человека. То есть, я сейчас, ну, наденусь по-уличному, да, и постараюсь, в принципе, показать, что такое гангсталкинг, да, и как именно агенты спецслужб, ну, действуют. Они могут стоять везде там, то есть, да, быть на остановках, идти навстречу и так далее. В общем, как это все делается? То есть, человек выходит на улицу, которая под психотеррором. Придумается игра для гангсталкера. Это выйти ему навстречу, пройтись куда-то там, что-то сделать, показать его мысли. Обычно садятся в машинку, да, именно агент, агент спецслужб, ну, взрослый человек, и берется гангсталкер, допустим, школьник, которому заплатят за это деньги. Вот. На него надевается рюкзачок, его высаживают на машине, получается, ну, они уже знают, куда вы идете, по какой дороге. И этот школьник, он идет к вам навстречу. Сзади этого школьника будет обязательно агент спецслужб. Это первое. Второе. Вы можете даже просто только выйти из квартиры, перед вами хлопнет лифт. Вот так. Прямо перед лицом. Это тоже гангсталкинг. То есть, этим людям платят, и каждый из них играет в эту игру. Он будет бегать по этажам, открывать лифт, случаясь дверями, хлопать в соседских квартирах дверьми. То есть, им выдают ключи от этих квартир, и они ходят туда-сюда. Я лично это видел, я лгать не буду. Эти соседи, они ходят то в ту квартиру, то в ту квартиру, то будут специально бегать с одной, с верхней квартиры на пятый этаж. Допустим, я на шестом, на седьмом. С седьмого на пятый, получается, хлопать дверями там, или стучать с той стороны, с той стороны, лучами тут бить стенки. Это тоже все гангсталкинг, чтобы, сталкерят вас для того, чтобы, ну, понизить вам именно чистоту, чтобы вы были в негативе. Хмурый такой, раздраженный, все такое. Сейчас я надену куртку, да, и постараюсь, ну, показать людям, те, кто не знают, что такое на улице уличный театр. То есть, да, допустим, как сводят с ума людей, да, в обществе, но об этом окружающие никогда не узнают. Узнает только тот человек, которого получают психотронным оружием. Допустим, я. Я об этом буду знать, а тот человек, который для меня это все делает, показывает цирк этот, есть там, да, ламбаду танцует. Об этом никто не узнает. Только он и я. И это именно агент спецслужб. То есть, они нанимаются специально и довольт вот так вот до стресса людей специально, чтобы это оружие уже электромагнитное, ну, лучевое, там, сихотронное, влияло уже на мозг человека более, лучше, то есть, да, в этой негативной чистоте. Как это все делается, сейчас я вам продемонстрирую. Короче, я вот надеваю куртку, и сейчас будут эпизоды грангсталкинга. То есть, как это вообще делать? Сейчас я вам наглядно покажу. То есть, эти эпизоды будут именно теми тегами, которые, как бы, и являются элементами грангсталкинга. Их я называю тегами. Вот. То есть, та информация, да, которую знаю я лично. Сейчас я буду, допустим, выступать в роли грангсталкера, да, я буду идти навстречу пострадавшему от психотеррора. Сейчас я покажу вам первый эпизод, получается, вот. И это будет тот момент именно, когда у вас, получается, не осталось никого дома, и вы вышли из квартиры. В эту самую минуту к вам проникают в квартиру, и случается то, что случается. То есть, у жертв портятся вещи, подсыпается химия в вещи, продукты и так далее. Значит, к вам выдвигается навстречу грангсталкер. И, в принципе, я покажу, что сейчас будет происходить. Это элемент грангсталкинга, то есть, когда берут у человека под умственный контроль, чтобы у него была депрессия, то есть, да. Смотрите, к вам направляется навстречу грангсталкер, получается, ну, сейчас буду это я, и вы идете, получается, с той стороны. Я грангсталкер иду прямо. То есть, это эпизод первый. Когда он идет навстречу, он звенит вот так вот ключами, три раза. Сейчас я вам продемонстрирую. Короче, вот он идет, вы проходите мимо, и сзади вас уже, когда вы уже сзади, получается, прошли, он делает вот так. Вы слышали? То есть, в кармане. Это означает то, что он постучал по ключам, вот так вот. Это, то есть, показывает о том, что вашу карту подняли. То есть, эти крысы пришли, с дубликатом ключей открыли вашу квартиру, и вот эти вот звоночки, ну, то есть, он может достать, еще специально сделал так. И идти дальше. То есть, это означает то, что, получается, вашу квартиру уже, вы придете домой, у вас будет что-то там испорчено. И они это показывают нагло, они ничего не стесняются. Второе. Когда у вас есть какие-то сбережения, у вас украли деньги. У вас украли деньги, или вам не дают работать. То есть, когда вы не выходите на работу, вас увольняют с работы, все такое. Второй случай. Направляется гангсталкер. Получается, гангсталкер идет, вы проходите вот прямо около него, и он идет и берет, делает вот так, по карману. Это тег. Тег это означает о том, что, типа, вот мы не даем тебе заработать денег, типа, ты лошок, все такое, ты тутгое, типа, все такое. Вот так вот они выражают. Смотрите еще раз. И он идет. Это нельзя доказать ничего, ну, то есть, кому ты что скажешь. Они ждут реакции, пока ты ему, ну, нацелишься, да, и дашь ему в бубен, ну, то есть, положишь его на лопатки, там, да, ждут реакции, чтобы тебя в мусарню запекли, в психушку там куда-то тебя засунули. То есть, чтобы ты ему расценил табло. Но он будет идти специально, может, второй, третий пройти, то есть, вот так вот будет идти и по карману бить и идти вот так вот. Вот, это они выражают то, что, короче, ты нищий, а мы, типа, у тебя воруем деньги нагло, и вот, на тебе, мы тебя используем в микробатике. Вот так вот они делают. Дальше. Когда вы, третий случай, как сталкингер, ну, показываю тег. Когда вы, короче, получается, дома покушали, все такое, у вас они выводят пищу при психотерроре. Это называется симптом диареи. У вас все резко выходит туда, да, в дырку. И, короче, просто ни с того ни с сего. Вот вы покушали, продукты нормальные, все, все, ну, это делается техникой, понятно, да. Выходите на улицу, вам надо в магазин сходить, куда-то сходить. Вы идете, третий случай, смотрите. Обычно это показывается вот так. К вам идет, направляется гангсталкер, получается, вы идете вперед. Я сейчас гангсталкер. Я иду, получается, и поживоку вот так, хлопаю. То есть он идет просто-напросто и в наглую тебе улыбается, может улыбаться вот так вот. И показывает тебе твои страдания, да. Что у тебя кишечник болит, там все такое, что у тебя какие пытки. Если, короче, у человека присутствует какой-то симптом, болезнь какая-то, четвертый случай показываю. То есть у человека они взяли, свели ногу, да, допустим. Человек прихрамывает, идет вот так вот, да, допустим. Значит, этот человек будет идти к вам на встречу, допустим. И будет тоже хромать вот так вот, улыбаться вам там, все, что хочешь делать. То есть показывать то, что, ну, наглость этого преступления будет показывать. И, естественно, все эти люди подосланные, и это не случайно сможет, то есть подойти к вам еще там кто-то из, ну, то есть из людей еще, то есть в магазине где-то. И тоже показывать, стоять там, может похлопать по ноге, допустим, вот так вот подойти там. Ну, то есть показать, что я знаю, что, ну, на тебе, типа мы тебя облучаем. Пятый случай, это когда, пятый тег есть, это когда они на кассе сидят, их тег, тег, это вот такое потирание рук. Тег потирания рук. Если, короче, она, продавщица вот так вот трет руки, получается, вот она посчитала деньги и вот так вот. Знаете, она вас уже обманула, на бабки кинула вас. Я вам не буду говорить, это жидковатый тег такой, вы поняли, да? То есть когда они вот так вот руки трут. И вот она потерла руки на кассе. Знаете, у вас уже украли деньги. Это сто процентов. Вот. Что еще хочу сказать. Много тегов, значит, еще тег. Когда вы молитесь, получается, да, ну, у икон там все такое. Они веру в Иисуса Христа вообще презирают. Вот. Значит, они могут идти к вам навстречу. Это пятый тег, да? Или шестой там, я не помню. Пятый, да? Не-не-не, шестой тег. Они идут навстречу, получается, и как только вы будете обращать на них внимание, они будут идти к вам и делать вот так, смотрите. Вот я иду сейчас, я к вам встал в тег. Он идет, к вам смотрит. И опускает голову, короче. Вот так вот. Это называется, они хулят так Бога, типа. И они показывают то, что вот на тебе, это за веру, типа. Типа ты крестишься, все, молишься на Бога. А они Бога презирают. И они вот так вот идут и показывают тебе. Типа наклоняют голову, показывают тебе, что вот на, это тебе типа за веру, за то, что ты веришь в Бога. Ты нищий, поэтому мы тебе ничего не дадим это в сатанинском мире. Или все такое. Ага, они хотят, чтобы вы упали на коленки перед ними, короче. Чтобы вы работали на сатану, да. Чтобы вы были в их системе. Жрали их подачки вот эти вот денежные. То есть они показывают, что вот мы не скрываем, что мы у тебя все забрали и так далее, короче. Ну это сатанисты, в общем. Так, седьмой тег. Что еще такое вспомнить? В общем, все, что у вас болит, все, что у вас болит, они показывают тегами. Если у вас болит рука, где-то вы ударили, или у вас еще будет будущая пытка, к вам будут навстречу идти. Когда они будут навстречу идти, они будут делать так. То есть вы поняли, да? Если у вас болит локоть, они будут идти и делать вот так. То есть бить по локтю там. Если у вас болит нога, будут идти, она может разыграть ситуацию. То есть она может спокойно разыграть ситуацию. И если у вас болит коленная чашечка, допустим, она может остановиться. Подожди такая, ну со своим этим, да, чуваком. И она может такая взять, зацепиться за босоножку и так, блин, там нога болит типа. И показать это, то есть, да, там все такое. Но с ней все нормально. Ей сказали заранее это сделать. Бывает, они разыгрывают, короче, такие ситуации. Получается, ну, оно выглядит так, ну, как бы параноидально. То есть они хотят запутать вас, то есть, чтобы вы сомневались и думали на всех людей. Типа, ой, блин, может быть, я схожу с ума, там, да. Может быть, это мне кажется, да, что мне все дублируют мою жизнь, да. Что они показывают, что у меня болит, там. Или мои действия, что я ударился ногой об шкафчик, там. Да ни хрена. Это все их работа, все работа с мозгом с вашим. И они так демонстрируют вам вашу жизнь, чтобы, как бы, показать свое превосходство. А гангсталкинг фарами, то есть вы просто идете, вам светят фарами прямо в лицо, вот. Он может, или может просто, ну, помергать так фарами. Раз, два, три, типа. Это тоже все хула на бога. То есть тройка для них это вообще зло. Они троекратно это все ненавидят. То, что связано со Христом, с верой там. То есть они хулители бога, можно так сказать. То есть и вообще, ну, психически ненормальные немножко. Потому что порой на них смотришь, да. У них лица у всех злые такие. Будто бы он такой прожил жизнь, да. Не знаю. Всю жизнь его, там, ну, с ненавистью. Всю жизнь ему было нехорошо. Он такой злой такой, все. Мина у него такая, как у нацисток. Нацистские рожи такие, реально. И циничные такие, нахальные немножко даже. Ты можешь идти, и обычно они ходят парами. То есть, если женщина идет с мужчиной, да. Баба будет, короче, доминантной. То есть, это тоже жидкая ихняя привычка, короче. Короче, мужик идет вообще, он как суслик такой, да. А она такая идет и такая, ну, типа показывает свою, типа, ненависть. И либо улыбается. Ненависть у нее, если на нее посмотреть, она может даже шептать что-то там. Ну, с презрением на тебя смотреть и что-то шептать. Но она ждет, пока ты, как бы, запечатаешь зубы, да. Ну, типа, ну, или там, ты укатаешь этого чувака, да, это же его жена, да, там. Но это все провокации опять. Почему мочалка выступает? Потому что, как бы, они ждут реакции, чтобы вас, опять же, ну, посадить всю реакцию, да. То есть, закрыть вас, ну, в СИЗО завести там потом. Ну, чтобы у вас пошло дело в них, ну, штопаться. Вот. Что еще рассказать? Что такого было, чтобы вспомнить? Я просто многое забыл. Я однажды сел перед чуваком, я ему показал все теги. Там их было, что-то 10, наверное, я не знаю. Вот забыл теги, очень много знал тегов, ну, вот этих вот примеров. Сейчас еще что-то такое важное вспомню, если. Ну, в общем, буду рассказывать, вспоминать, я умею так. Короче, фишка в том, что теги, это именно зацепки вот этих вот якоря, которыми они цепляют мозг. Прикинь, вот у меня есть знакомых, там, девочки, там, все такое. Для них, у кого такая вот именно настройка, да, такая психика, для них это очень, ну, как бы, влияет на них. Она вот так вот не может, ну, не гневаться, да, хочется, говорит, им взять палку и морды всем просветить. Ну, ты же понимаешь, это объекты, это живые объекты. Если ты возьмешь палку и начнешь им морды, ну, кроить морды, да, то ты же пойми. Они, окружающая среда вся, она в неведении, она ничего не понимает, тебя заснимут, и это будут вещественные доказательства. То есть те, что, того, чтобы тебя закрыть там, куда-то. То есть они, именно сама цель этого, вынудить тебя, они, эти сволочи, короче, в двойном плюсе. Либо они ждут преступления, либо просто тебя, короче, выводят из себя. Это плохо вообще, конечно, но можно взять в себя в руки, да, и просто я советую вообще. Ну, короче, я не буду уже эти теги выдумать, показывать, я уже сниму куртку, что мне тоже жарко, я тут в квартире вижу. Короче, я скажу так, проще, проще вообще не реагировать на это и, как бы, как это объяснить, думать о своем, короче, пытаться думать. То есть они специально, эти сволочи делают так, чтобы человек постоянно думал о психотерроре. Ты выходишь из этой квартиры, у тебя, я не знаю, даже, вот если работа есть, конечно, легче. Ты, получается, зарабатываешься, да, ну, начинаешь работать, работать, у тебя мысли о работе. Когда у тебя нет работы, ты постоянно в этой дистанциальной атмосфере, и ты постоянно думаешь об этом козле, там, который сверху, там, или снизу, который стучал, там, что это там происходит, там, да, постоянно у тебя мозги забиты. Они вот эти тегами, вот этими, как сталкиваем, якорят мозг, и ты постоянно думаешь о психотерроре, у тебя нет выбора. То есть постоянно пытается сбить. Если ты начинаешь сконцентрироваться на чем-то другом, тебе сразу начинает стучать, это сволочь начинает прыгать, что-то там пытается тебя сбить, начинает дергать тебя, отдергивать, там, трогает тебя, как пидор, короче. Все, и это все он делает, короче. Это специально, чтобы тебя вывести из себя. Но, как бы, когда ты выходишь на улицу, ты должен, как бы, сконцентрироваться. Ты не должен думать о том, что я вот вышел, они идут мне навстречу, сейчас они меня будут опять троллить, там, все такое, там, издеваться, там, все такое, показывать, что я, там, сегодня у меня было то-то, там, по животу хлопает, там, еще что-то. А, еще один тег. Короче, у меня было такое. Когда они слушают меня, да, что я говорил, и я рассказывал про сионизм, допустим, что-то, какие-то темы такие жидкие, да, тер в нете. Короче, фишка в чем? Я выхожу, получается, и мне они все, смотрите, какой тег. Она мне навстречу ведет, каждый вообще, человек 20, 30, 40, идет и показывает так на ухо. Оп, обводит ухо. Это она мне показывает, что у нее наушник есть. Типа, она меня слышит, она агент, я понимаю, что она агент, но есть, короче, случаи, да, я тоже видел, когда люди просто, там, ну, стоят, чешут ухо. Вот это вот случай простых людей, эти люди непричастны. А вот эти козлы, это реально нанятые либо басынки этих выродков, либо у них игра какая-то, там, с смартфоном, либо им специально искали поиздеваться. Но когда у меня началась открытая фаза, я вышел на улицу, вот этот тег, я уехал человек 100, наверное, с ним. Куда бы я ни шел, я вообще в шок попал, я попал в какую-то, какую-то жидкую кашу, короче, я так скажу, выражусь. И эти все ребята, они ходили такие, ну, показывали вот это вот, показывали, ухо мне вот это вот терли, 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 я думаю, епросто, куда я попал, короче. Короче, фишка этого тега в том, что все, что вы говорите, они показывают, что мы тебя слышим, типа, вот, мы тебя знаем, мы тебя слышим, прослушаем. И это все тебя вывозит, прикинь, они ищут, как приикориться к тебе, чтобы ты постоянно нервничал, чтобы ты думал, блин, он же меня знает, он меня там слышит, все такое, как же мне жить, там, все такое. Но я скажу заранее, вот эту вот ситуацию все отпустите вообще, не думайте об этом, вам это не надо, это будет продолжаться всю жизнь даже, потому что в нас внедрено что-то, в глаза, то есть в глаза, я с глазами уже разобрался, что у меня, откуда у меня эти два светящихся блюдца. Так это, оказывается, специальная технология, где-то под наркозом мне ее ввели в глаза просто. А вот в ушах тоже что-то стоит, с рассказа женщины, что какие-то встраивают тоже чипы, микрочипы. Вот. И зная все это, мы все равно, мы не можем контролировать, мы выходим, и нам постоянно раздражение, постоянно мы смотрим где-то в магазине, где-то еще, постоянно эти козлы что-то там выплясывают, показывают. Так вот, не проявляйте никакой реакции, а женщина одна советовала, вообще не смотрите им в глаза, то есть самый безопасный и легкий выход. Просто надеваешь очки, желательно всегда надевайте очки, и просто вот идите, смотрите, в пол там, в небо, я постоянно в небо смотрю куда-то, если вокруг меня кто-то находится, кто-то проходит мимо, я вообще отворачиваю голову. Просто тверну голову, типа, я смотрю там, да мне его в сторону, пошел он там, пускай плюется. Но они идут, они свиньи, реально вонючие козлы какие-то. То есть он идет, он может испражнять себя отрыжку, этот вонючий козел, может, не знаю, икать там, может еще что-то делать. То есть они кашляют, покашляю они, это тоже тег. Ну эти теги элементарные, да, он идет, типа, и специально, этот тег вообще частый, он идет кашель намеренно, специально, прямо под ухо. Или идет вот этот тег еще, типа вот такой вот тег, да, тоже жидкий тег такой, да, противный, конченный тег. И он специально говорит это для того, чтобы подчеркнуть. Он вас не знает, этот пердун-козел старый, но он постоянно будет так делать. Он будет постоянно делать, потому что мы ему шепнули, да, какой-то жидкий человек с какого-то этажа пердун-другой сказал ему, что это там дискредитация. И эти все пердуны, они ходят вот так вот вокруг вас, короче, все эти старые козлы, они будут вас доставать. Им хочется раскроить мозги там, да, прямо укопать их там, ну что с этого козла взять. Просто тупо, ну что там, я не знаю, да их всех можно было там перекосить, да, там немощные, ну то есть просто мясо тупо, да. Ну как для бойца, я скажу так. То есть, ну ты же не можешь всех их убить, да, это же понятно, да, что они специально делают, кусок дерьма идет, он сам никто, сам ничто и показывает, что ты такой. Это понятно. Ну все эти теки, это уже как бы сформировалась у них уже привычка, они уже даже забыли, что они делают. Я заметил, когда эти люди, им даже не надо платить за это, они все будут ходить из-за дискредитации гыркать. Половина из этих людей, мне кажется, вообще ничего не знает, они вот там тупые, короче, вообще. То есть они не знают ни о психотерроре, ни о том, кто вы, им просто кто-то наплел что-то и все. Они ходят, что-то несут там, вообще абсолютно, короче. И это все, для жертвы это жесть. Вот для меня было это жесть. Я же ходил, думал, блин, ну сколько можно уже реально, когда я его уже прикончу, там хоть за того. Ну, то есть, это реально для меня было, конечно, ну потрясение. Потому что, как для мужчин, я скажу, не то что унижение, я просто думаю, ну, это серьезные люди, да, серьезная организация какая-то. Думаю, может, у них какая-то серьезные бойцы какие-то там есть. А потом я видел сброд, сброд каких-то конченых людей, и я понял, что да все это цирк какой-то, реально. Мне стало смешно, и они даже мне писали, типа, вау, как ты так держишься, типа, ну сколько можно тебе там запекать, это самое. Ты, похерист, короче, на асфальте писали, там, все такое. Я думаю, а с чем мне горчаться, насчет какого-то куска говна, который идет мне что-то там показывает. Я понимаю, да, я один, я один против всех, там, против всего города, там, все такое. Ну, извини меня, смотреть, как какой-то конченый человек мне что-то там показывает, извини меня, мне просто было смешно. Ну, про себя, я иду серьезно, хмурый там, все, но я про себя-то думаю, думаю, какой сын. А потом, короче, я осознал, что не надо им, ну, вообще никакой реакции проявлять, они ждут, короче, реакции. И эти все куски говна, пердуны эти все старые, они будут специально это делать для того, чтобы была какая-то реакция. Но есть реальные вот эти вот агенты, которые, ну, специально, они ненавидят именно вас, они будут это с презрением делать, именно показывать вам это. Настолько гадкие, вот это уже гондоны полные, то есть, как их назвать, сатанисты. У него в портфеле может что-то быть, это заряженные, их заряжают. Заряжают в плане того, что им дают какую-то установку там, что-то там, ну, инструкции дают. Вот. Вот. И, короче, они за вами выдвигаются и будут тоже такие теги. Показывают теги. Вот. Ну, а потом я осознал, что проще-проще идти, как говорится, своей дорогой и никакой реакции не плевать, ну, не показывать. Потому что, если уже есть реакция, они добились своего. Поэтому желательно, желательно осознавать то, что вокруг, ну, люди, которые вокруг меня были, я осознал то, что люди, которые вокруг меня, им наплевать абсолютно. Возможно, меня кто-то там узнал, какая-то там женщина, какой-то мужчина, что я там на ютубе что-то рассказывал, но мне плевать на это. Он мне никто. То есть, он не имеет к моей жизни никакого отношения. Это все просто воздух, да, пустота. И, а жертвы психотерапии, ему кажется, блин, он за мной смотрит, тот за мной смотрит, тот за мной. То есть, создается паранойя. Но, этих людей, которые гаммсталкеры, их немного. Их немного. Они подсаживаются в автобусы, там, на улицах, там, высаживаются. Ну, их же, это же не все люди, правильно, в городе. Единственная проблема дискредитации. Когда она тебя косо смотрит, или какие-то отморозки с тобой, там, ну, после дискредитации с тобой, начали тоже наблюдать через эти смартфоны, там, и что-то еще. И у тебя создается впечатление, что все смотрят. Но это не так. Вот. И эти теги, как бы, они очень влияют на психику человека. Когда находится... То есть, вообще никак не реагируйте. Вам надо осознать, что вы в своем уме, у вас есть тоже степень свободы. Вы можете делать все, что хотите. Это они в мозгах пытаются вас сковать. Чтобы вы, короче, с помощью этого, вот, этой технологии, да, сковались и были вообще дисциальны. То есть, вообще никуда не выходили. Просто сидели за стенках и облучались. Вот этого эти люди добиваются. А потом, чтобы вас вести как-то с ума. Главное, они хотят привести потом какой-то предлог, да, ну, чтобы вас довести до психушки. Допустим, вот, к вам может прийти родной человек и сказать, а как ты столько годами дома сидишь? С тобой что-то не так. То есть, ты уже ненормальный, с тобой что-то произошло. Уже будет, там, обзванивать каких-то врачей, какие-то медикаменты искать. Может, тебе таблетки надо. Я все понял, там, тебе надо лечение. Вот, это их работа. Это их процесс. То есть, эти твари, получается, научная их схема, они берут человека, получается, и добиваются вот этого вот. Они хотят, чтобы человек сам, сам себя уничтожил. То есть, вот этим поведением. Но вы, вы, вы как человек, не давайте им этого. Вам надо осознать, короче, что вы, вы абсолютно свободный человек. Просто существует какой-то кретин, больной на голову психопат, который внедрился в вашу жизнь. И эти два психопата, по указке какого-то пердуна, который платят им, сидят постоянно, где-то там, за тысячи километров, и работают с вашим мозгом. С вашим мозгом. А тут эти дебилоиды, клоуны, которые к вам как сталкиваются, которые идут, там, все такое. А им просто за это платят. На это выделяется с запада финансы. И они просто играют в свою вот эту клоунаду. Им на вас вообще абсолютно наплевать. Они вас никогда больше не увидят. Возможно, он один раз к нам подъехал, ему заплатили за это, подговорили, и все, он больше, и ушел по шутинам. А вы будете что-то там думать, страдать. Они этого добивают. Те, кто в мозгах, они этого добивают. Вот такие вот твари, крысы, крысолюди, короче. Вот, в принципе, по тегам, я надеюсь, и объяснен, как это все делать. То есть, окружающая обстановка, которая вокруг людей, ну, вокруг людей, вокруг вас, точнее, эти люди, они вообще ничего не знают. Просто я видел некоторые случаи, когда на постороннего человека влияли, и он просто показывал мне то, что знаю я. То есть, теги мои показывал. Просто, вот я, я рассказывал. Мужик просто едет, резко закашлял. Там, что-то, ну, подавился реально, вижу. Я вижу, что он... Он не как сталкивает. Просто, вон, сделали так, повлияли на него сразу, на горло. Он начал закашливаться. Думаю, ни хрена себе. Именно ради чего это получается. А потом, оп, лежит рядом бутылка. По бутылке раздается щелчок. Получается, стукнул, ударил этим лучом по бутылке. То есть, спутниковая связь. Он ищет цель, и оп. И получается, фишка в чем? Пытается уже сделать паранойю. Но паранойи тут нет. Потому что на человека повлияли с помощью компьютера звери. А лучом этим, который у меня стучат постоянно в квартире, ударили просто бутылку. Все. Элементарный кроссов. Все решено. А человек уже в мыслях, который под психотеррором, он уже будет думать обратно. Мол, блин, это все что-то тут... Как все люди против меня, там, что-то такое, типа. Да такого нет. Нифига такого нет. Есть только вы, и есть люди, которые тоже под влиянием. Эти все люди, это отдельные тоже, как я рассказывал, отдельные программы. Они просто, как объяснить, в закрытых фазах. Им тоже можно к ней внедриться тоже в мозг. Это другая технология уже. Но чипы, эти датчики, вот, кто в открытой фазе, я уверен, у всех есть взломанное зрение, взломанный слух. У тех нет, у них можно просто, наверное, в мозги внедряться. Резко вот менять поведение, там, жестикулировать как-то там все такое. Как куклы. Вот. Вот, просто сатанисты, которые за бабки продались, они эту технологию, им сказали, что, если ты не будешь продаваться за деньги, ты знаешь, что мы твою жизнь превратим в ад. Если ты не хочешь работать в политике, или хочешь работать в политике, подчиняйся нам, мы тебе будем платить еще за это тройное жалование. Или мы твою жизнь превратим в ад. Молчи и говори только то, что мы тебе скажем. Понятно вам, как все силы мира сейчас живут? И эту технологию применили просто ко всем мирным жителям. Вот так. Короче, я надеюсь, я правильно и доступно точно объяснил, ну, понятливо объяснил вам, что такое теги, что такое гангсталкинг, как это все делается, и как против человека это выглядит. Когда человек жертва, и как среди людей это все делается. То есть, об этом никто не узнает. Только вот я, я пострадавший, и какой-то козел, которому просто приплатили. Остальные все люди, они при чем, в принципе, там. Но фишка в чем? Если это делать всю жизнь, это сводит немножко крышняк с ума. Но надо осознавать, что эти козлы, которые ходят, к нам навстречу ходят, вот мне сейчас сбивают икотой дыхание, чтобы я не рассказывал, которые, козлина, которая, ну, козлина, которую облучают, сбивают икотой, а козлина, которая идет мне навстречу, показать ломбаду, она меня больше никогда не увидит. Ее, ей даже если я подбегу, вот просто подсрачника ей дам, все, я убежал, все, его нет. Нет, если бы я хотел хулиганить, да, если бы я не был православным, я не знаю, что с ним было, честно. Это им реально повезло, что я такой человек. То есть они просто сами эти придурки, они не осознают ничего, они тупые, они ничего не понимают. Они легко доступные, у них никакой защиты, они никто вообще. Я раньше думал, блин, может с ним посражаться, он какой-то убийца там обучен, мне интересно было. То есть, а он, по сути, он никто. Ну, был какой-то стрём, да, бывает стрём. Ну, это такая какая-то степень неожиданности, что ли. Ты идешь по лесу где-нибудь, вылазит этот хали-халло, алло, привет, то есть навстречу резко идет. Я думал, ну, как бы реакция есть какая-то, да, такой немножко стрём, но ты думаешь, ну, как бы, они же живые люди, интересно же, да, исследовать, что за типы такие, да, что за козлы вообще. Они хитрые эти твари, они могут под шкафчик прислать такой вот, да, если ты можешь там человек пять положить, там, могут прислать тебе там какого-нибудь, или шлюшку прислать. А, по поводу шлюк, рассказываю. Отличная у них технология есть. Они берут шмар спидозных, вот, и присылают к вам. Это я, как выяснил, вычитал в одной книге, неважно в какой. И берут этих вот, нанимают, соблазняют людей и могут заразить вас ВИЧ-инфекцией. Они им платят огромные деньги за это. И эти суки, они ходят по кругу, по, ну, по людям, мужикам, нормально, подсылают, гоям, гоям. Они подсылают эту шкуру, а где-нибудь ресторанчик, там еще куда-то замутиться. А потом она с ним и улетела навсегда. Телефончика нет, ничего, вырубила, и все. И у мужика спидоз, спидок. Поэтому я сразу эту фишку просек. То есть ты можешь идти, могут положить тебе прямо шлюху прямо на дорогу. Да, было такое, я иду, какая-нибудь... Ну, не обязательно, чтобы там шлюха была, да. Но просто они подсылают своих девушек, да, чтобы ты, как бы, клюнул на их приманку, да. То есть какую-нибудь обнаженную, такую легкую поедению. То есть, да, такую замануху делают. Чтобы ты к ней подкатил, типа. Но это все агенты. Это их агенты, твари этой системы. Ты эту суку, если, ну, чепокнешь, как говорится, все, ты заразишься чем-нибудь страшным. Вереническим уже заболеванием, спидом каким-нибудь, я не знаю. То есть им за это башляют еще. И я где-то читал даже еще там же, в этой книге, что их специально даже заражают. То есть это психопаты. То есть это их медицина. Медицина. Это опытные людьми. И они над ними, над этими дурами тоже опыты ставят. То есть берут, ей платят огромные деньги, но она даже кровь свою продаст, то есть под вирус. Вот эту информацию запомните. Надеюсь, я много информации дал такой полезной. Ну, есть рацион, тут подумать. Вот. Что еще рассказать? Короче, нравственные вот эти дела, да. Ни за что не меняйте свою честь, да, там, не поддавайтесь на это. То есть если вам не хватает секса, там, еще что-то, они ждут этого. Они работают с мозгом, запомните. Сами люди, сами люди, которые творят с вами это, им похер вы на это, им заплатили просто. А те, кто работают с мозгом, они просто добиваются результата. Запомните это. Ну, надеюсь, я понятно много объяснил. Подписывайтесь на канал, вот этот вот новый, для жертв, для пострадавших от психотеррора. С вами был я, Андрей Шутов. Храни вас всех Бог, Господь, Бог Иисус Христос, Святая Троица, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Перекрещу вас. Напоследок. Все. До связи. Продолжение следует.